Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, нас Господь, нас очень любит. Аминь. И Он приготовил сегодня Слово для нас. Я думаю, никто не пожалеет, что сегодня решился прийти в церковь. Чтобы Слово послушать. Всегда есть у меня такое желание, я побуждаю к этому церковь, когда проповедую. Господи, скажи мне, я хочу услышать. Я хочу услышать в это утро, что ты мне хочешь сказать. Ну, спросите, у нас есть время, чтобы спросить. Господь, у Тебя есть ко мне Слово? Я его хочу услышать. Знаете, это Богу нравится, когда мы такие вопросы Ему задаем. У нас есть много разных нуж, проблем. Но когда мы говорим, Господи, хотим послушать, что Ты нам сегодня скажешь, это очень важно. У Бога есть, что сказать нам каждый день. Он оставил нам драгоценное Слово, и через это Слово Он желает с нами говорить. Захватывающая история Ветхого Завета. Я читаю некоторые стихи из шестой главы, братья и операторы. Шестая глава, третья книга царств. Сначала двадцать первой и двадцать второй стихи. «И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи перед Давиром, и обложил его золотом». Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред Давиром обложил золотом, двадцать восьмой стих, и обложил он херувимов золотом, тридцатый стих, и пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Вот благополучие Израиля во дни Соломона достигло великого процветания. Вот наступил золотой век в Израиле. Отец Соломона Давид, ему удалось покорить страны, соседние страны, которые веками угнетали народ Божий. Филистимляне, сирийцы. Моавитяне, они грабили и угнетали израильтян многие столетия, унижали народ Божий. И вот Давиду Бог дал милость покорить эти страны, и поставить там усиленные гарнизоны, укрепил он границы своей страны. Наступил век мира, тишины в Израиле, долгожданный период тишины и покоя. Вы знаете, Давид собрал очень много золота и серебра. С покоренных народов уже теперь евреи собирали дань. У него было желание построить храм Богу. Другие народности имели капище, имели храмы, а у Израиля не было дома, не было храма, где бы они могли поклоняться. Но Господь скажет Давиду, крови ты много пролил в войнах, сын твой построит храм. Ну, немножко из истории народа Божьего. Когда народ Божий вошел в Ханаан и покорял эту землю, то вот племена или колена Иуды и Вениамина, они не смогли взять Иерусалим. Вот склоны крутые и стена высокая не дали возможность тогда двум коленом взять Иерусалим, город, который, ну, в общем-то, находился в центре обитованной земли. На пересечении торговых путей столетиями там продолжали жить Иусеи, гордый и самоуверенный народ. И у Давида появится желание взять этот город, который станет в истории человечества иметь великое значение. Когда Иусеи узнали о том, что Давид хочет прийти и взять Иерусалим, их город, помните, они настолько были уверены, что этого не произойдет, что Давид не сможет взять Иерусалим. И когда они передали Давиду, кто знает это местописание, знатоки, помните, что сказали Иусеи Давиду? Тебя калеки прогонят. Когда ты придешь завоевывать наш город, тебя калеки слепые и хромые, они выйдут и прогонят тебя. Настолько они были уверены, что Давид этого не сделает. Ну, когда придете домой и будете пить чай, борщ кушать, поразмышляйте, узнайте, как он взял этот город без боя. И вот пришло время, когда на горе храмовой, горе Мария, ну, началась стройка, был заложен фундамент будущего храма. Страна поднялась на строительство необычного сооружения. 150 тысяч только резали и носили камень, белый камень, к месту стройки. Так было решено, что на площадке строительной шума не должно быть. Иудеи понимали, что строят необычный дом, необычное здание. Они строят земную резиденцию великому Богу. И вот камни носили, вырезали по размерам и вставляли, ложили стены. 30 тысяч людей, они резали красное дерево на Ливане и доставляли в Иерусалим. Семь лет страна строила храм. И вот когда пришло время отделочной работы, мы прочитали это место. Соломон в любви к Богу, он не просто украсил золотом стены, набрызгом. Он листами, он покрыл стены золотом чистым. Он покрыл колонны золотом чистым. Он двери храма, или вот там была комната святое святых, это было сердце храма, золотая комната, она вся была обложена золотом. И не просто золотом. Искусственные мастера на них вырезали херувимов, и драгоценными камнями храм был усеян. Послушайте, он так захотел сделать это здание необычным, листами чистого золота выложил пол. В то время не было асфальтных дорог. Тех, кто даже гравием засыпали, не всегда были такие дороги. Но люди, которым удавалось в храме совершать служение, я представляю, как они приходили в восторг, они приходили в такое благолепие, смотря, знаете, лучи солнышка попадали, когда в храм, они играли, переливаясь, в золоте купались. Лучи солнышка. Это было захватывающее служение, когда там совершалось служение, священники, они приходили в такое благолепие. Когда пришло время перенести ковчег Завета, золотой ящик, на котором стояли херувимы, и там лежали, скрыжали. Пришло время, когда из Сиона Соломон должен был перенести и, чтобы совершить посвящение, освящение этого храма, он ковчег. Это не был просто золотой ящик. Евреи хорошо понимали, это был знак Божьей милости. Они все помнили, хорошо помнили, то, что мы сегодня знаем. Когда Бог вводил народ свой в обитованную землю, Он пошел впереди, когда священникам сказал, возьмите ковчег и идите к Иордану. Вы знаете, в то время Иордан выходил из берегов, на десятки метров разлился. Это была полноводная река. А Господь сказал, вы идите священникам к воде. Бог вводил народ свой необычным образом, открыв двери в обитованную землю. Представляете, эту картину, когда священники взяли ковчег и понесли. Они шли, не останавливаясь. Они шли прямо к Иордану. Они шли к реке, которая вышла из берегов. Они шли, не останавливаясь, заходя в воду, и народ замер. Помните? И те, которые на стенах Иерихона были, и те, которые сзади стояли, миллионное общество, замерли, потому что, когда священники шли в воду, наступая, вода уходила от их ног и становилась стеною с одной стороны, а это в море убежало. Они прошли, встали посредине реки, держа ковчег. Стена воды. И народ пошел. Бог двери открыл. Бог открыл двери в землю обетованную. И я думаю, что неперепачканная грязью, толкая тележки, застрявшие в грязи, вошел народ в обетованную землю. Я верю в том, что дно высохло Иордана. Братья и сестры, наш Бог – великий Бог. Наш Бог – Он велик. И вот пришло время, когда этот ковчег золотой священники взяли из Сиона, они понесли в Иерусалим. Это не было просто шествие. Он собрал, Соломон, всю знать Израиля, всю власть Израиля, все духовенство Израиля собрал. Это было торжественное шествие, когда народ шел, прославляя Бога. Написано, что жертвенники, которые были на пути следования ковчега, никто не мог посчитать. Их было такое множество. Их было такое множество всесожжений, молитв, песнопения. Не могли посчитать жертв, принесенных в это время. И когда подошли к Иерусалиму, Иерусалим был переполнен народом. Храмовая гора, она была покрыта народом. И вот священники прошли, пронесли ковчег. Они подошли вот к храму и зашли в храм. Они прошли, неся ковчег, по золотому полу и, знаете, принесли его в сердце храма, в комнату золотую, святое святых. Они зашли в эту комнату. Никогда столько людей в этой комнате не было и не будет. Они поставят ковчег, золотой ковчег в золотой комнате. И выйдут, и знаете, вот черта, которую провел Бог. Люди сделали, Бог сказал, это черта. Толстая, тканая, высокая завеса цвета неба и крови, там были выбиты золотые херувимы на ней, на этой завесе. И эту завесу начали закрывать. За эту завесу нельзя было никому заходить. Никому. Заглядывать нельзя было. Раз только в год первосвященник, когда выпадал в судный день, ему жребий заходить в присутствие Бога. Вы знаете, он в страхе, в молитвах, в постах, принося жертвы за себя и за народ. Он с кровью заходил туда, чтобы кропить на крышку золотую крышку ковчега. С Богом разговаривал. Он заходил в присутствие Божие. И вот когда эту завесу закроют, это знак будет для того, что начало служения, торжественного служения. И так написано, что 120 священников, они задуют в роги. Это был такой гул, который, ну, в общем-то, я слышал, как еврейские роги гудят. Это необычный звук. 120 труб загудят рогов. Сотни священников, которые были одеты в белоснежные одежды, запоют, и они будут петь одно и то же, повторяя. Я не знаю мелодии этой песни, но они пели, повторяя одно и то же, славьте Господа, ибо Он благ и вовек милость Его. Они пели, повторяя одно и то же, славьте Господа, ибо Он благ и вовек милость Его. Вы знаете, никто не упрашивал, Господи, приди, Господи, сойди, Господи, этот храм Тебе принадлежит. Посвящение было построено на прославлении. Посвящение храма было построено на словословии. Вы знаете, и народ в страхе и изумлении замрет, потому что увидят, как Бог, видимо, шел. Бог шел, видимо, в густом облаке, столб облачный, густой, спускался на храмовую гору, и он, знаете, этот столб войдет в храм. Священники, написано там, не могли совершать служение, думаю, они с трудом вышли, найдя выход из храма. Слава Божия зашла в храм. Соломон, который стоял, царь Соломон, стоял на помосте во дворе храма, перед ним был жертвенник. Он упал на колени, поднял руки и говорит, Боже, Тебя не убещают небеса. Тебе лежит в этом земном доме. Вы знаете, огонь с неба падает на жертвенник, сжигая жертву, а народ падает на лица, закрывая в страхе свои лица. Бог вошел в храм. И знаете, не чистым золотом, которого употребили, я думаю, десятки тонн на отделку храма, измерялась ценность храма. Не десятками тонн измерялась ценность храма. А то, что Бог, обитающий в неприступном свете, обитающий в бессмертии, захотел войти в храм, который построили ему люди. Если бы, мои дорогие, на этом закончилась история, если бы вот так, таким мажорным аккордом закончилась история храма Иерусалимского. Пройдет совсем немного времени. Немного пройдет времени. И иудейские цари, потеряв страх и благоговение пред Богом, Вы знаете, начнут грабить храм. Нам неизвестно, кто первый поднял руку на золото храма и снял золото с пола храма. Но неизвестно, не написано. Но мы знаем имена тех царей, которые снимали со стен храма золото, с колонн храма, с дверей храма. Их имена написаны в Библии. Храм начали грабить. И лучи солнышка, Вы знаете, уже перестали купаться в золоте, играя. В храме стало пусто и мрачно. Безбожник, идолопоклонник Ахаз, иудейский царь, он Богу войну объявит. Вы знаете, написано так. Он сделает в храме Божьим погром. Он разгонит священников и левитов. Двери храма закроет. Пусто станет. В храме станет пусто. Люди этого не видели, а Бог открыл Иезекиилю, пророку, это видение. И Иезекииль, пророк, увидел. Знаете эту историю. Когда Бог уходил из храма, ненужный стал. Бог стал людям ненужен. Он уходил. И Иезекииль увидел, как из золотой комнаты там, где были херувимы. Слава Божия сошла с херувимов, и она стала у дверей храма. Бог у дверей храма стоял. Он не ушел, хлопнув дверью сразу. Бог, или слава Божия остановилась у дверей храма. И Иезекииль увидел, как Бог стоял у дверей храма. Как бы прощаясь с любимым местом. А потом, слава Божия, поднимется над храмом. Потом над храмовой горою. Бог уходил. Мои дорогие, это трудно объяснить. Это трудно передать. Но Писание говорит о нас, что мы, пережившие рождение свыше, являемся храмом Божьим, живущих нас, Святого Духа. Вы знаете это? Что мы являемся новозаветним храмом. Что каждый из нас, брат и сестра, пережившие встречу с Богом, пережившие рождение свыше, мы являемся новозаветним храмом. И на золото храма внутреннего, на это золото, которое Бог украсил наш храм, радостью спасения, уверенностью в спасении враг претендует. Вы знаете это? Как он желает обокрасть, как он желает забрать эту уверенность, эту радость спасения. Смотрите после собрания друг другу в глаза. Там должно быть видно золото, сияние. Лучи Божьей любви должны купаться в радости спасения, в духовном золоте. И окна храма это выдают, глаза наши. Но, мои дорогие, в обворованной душе пустой взгляд. Пустая речь и жизнь пустая. Меня пригласили опять на конференцию, которая будет проходить в Вирджинии. Я напомню молодежи, а сегодня вам. Если вы зайдете в Гугл и пожелаете узнать, сколько часов проводят у экрана подростки, то Гугл вам выдаст. Девять часов каждый день. Девять. Взрослые меньше, потому что работать надо. Библия станет скучной и неинтересной. Ну, вы понимаете и знаете, о чем я говорю. Книга эта перестанет быть говорящей. Почему? Она станет неинтересной даже у христиан. Я говорю сегодня о славянах, я не о американцах говорю. Слово перестанет звучать в церквах. Церкви будут пустеть. Неинтересны и скучными станут церкви. Непривлекательными. Сегодня, если захотите узнать, чем интересуются люди больше всего, самый важный, самый главный вопрос, самый популярный вопрос у Гугла, спросите. Десятки тысяч каждый день задают Гуглу один и тот же вопрос. Один, самый главный, как разбогатеть. Землян вечность не интересует, она неинтересна. Но, мои дорогие, есть те, которые знают и цену Библии, которые знают цену общения с Богом, ни на что не променяют. Помните, Христос ушел в Иерусалим. Оставались дни, считанные дни, часы земной жизни. Он проходил через Иерихон. Я люблю вспоминать, ну, не в церквах, а люблю вспоминать на евангелизациях эту историю. Люди ее понимают. Те, кто в церковь не ходит и Библию не читает, ее понимают, эту историю. Я просто напомню вам, как Бог вошел в храм, сердечный храм человека, который был грешный. Помните, в Иерихоне был человек, который работал на римлян, он оббирал свой народ. Мытарем был. Не только мытарем, сборщиком подать, и он был начальником налоговой полиции. И вы знаете, собрал в Закхей немало денег. Написано, был богатый. Но вот это богатство, к которому он так стремился, которое стяжал, счастья-то ему не дало. Когда он услышал, что пророк идет, пророк из Назарета проходит Иерихон, он решил посмотреть ближе на Иисуса. Он пытался, написано, пытался пробиться в толпе вот тех паломников, которые шли в Иерусалим. Он пытался как можно ближе подойти ко Христу, но из-за своего роста, что был мал ростом, а я думаю, что люди его не пускали. Он обижал этих людей. Его знали, он обижал, он обижал людей, обманывал их, лишнее брал. Его просто не пускали. А у него было большое желание посмотреть хотя бы на этого пророка великого. И решение пришло, помните, решение пришло побежать, побежать вперед, толпы найти дерево, которое рядом с дорогой и залезть на дерево. И вот он бежит. Закхей, ну что ты бежишь? Что тебе еще в жизни не хватает? Ты же имеешь дом неплохой, ты же имеешь деньги, немало денег, ты богатый стал. Ну что тебе еще нужно в жизни? Бог нужен. Забежал, залез на смоковницу. Дети эту историю даже знают. И смотрит, толпа приближается, огромное стечение народа движется в сторону Иерусалима. И там он уже, наверное, увидел, он увидел в этой толпе учителя. Разве думал Закхей, что учитель подойдет к смоковнице, посмотрит на Закхея и скажет ему... Знаете, как он обрадовался, когда он не ожидал этого, он очень обрадуется, что учитель заговорит с ним, как со старым знакомым. Он скажет Закхей, я хотел бы к тебе домой зайти. учитель, которого он хотел как можно ближе только посмотреть, вдруг при всех, говорит, я хочу к тебе именно зайти в дом. Он так обрадовался, так написано, он обрадовался. Вот они вместе, люблю эту картину, они идут вместе, Христос, Сын Божий и начальник налоговой полиции, жадный, грешный человек, идут вместе в дом Закхея. Помните, люди, которые окружали, которые знали Закхея, они говорят учителю, подсказывают, Господи, не заходи к нему в дом, грешник он, обижает он нас, лишнее берет, грабит он нас. Вы думаете, Закхей хотел, чтобы учитель слышал эти слова? Конечно, нет. Как он не хотел, чтобы это слышал Господь? А Христос шел, как бы не замечая, как бы не слыша. Он зашел в дом грешного человека. Послушайте, неизвестно, какая была беседа, о чем была, как долго Христос был в доме мытаря, неизвестно. Но во время беседы Закхей получил откровение. Он воскликнет, Господи, все понял. Я понял. Я половину имения продам и нищим раздам. Я знаю, кого я обижал. Я отдам в четверо. Я в четверо воздам, назад отдам. Я думаю, почему в четверо? Ну, отдай, отдай то, что должен. Братья и операторы, извиняюсь. Отдай то, что должен. Ну, в два раза отдай. Достаточно. Я думаю, Закхей хотел восстановить свою репутацию в народе. Когда уходил Христос из дома Закхея, он скажет радостную весть начальнику мытарей, Закхей, в твой дом спасение пришло. И он пойдет дальше с народом в Иерусалим. Что происходило в Иерихоне, об этом будут говорить в городе немало. Что происходило с Закхеем? Он брал деньги. Он шел в дома тех, кого обижал. Он знал эти семьи. Я эту картину представляю, когда люди видели в окно идущего начальника налоговой полиции. и сжимали сердца семьи. Опять будет побор. Он стучался, ему открывали дверь, а он протягивал деньги. Он говорил, я прощения прошу у вас. Я брал у вас лишнее. конечно, люди были очень удивлены возвращенным деньгам. Но еще больше они были удивлены, я так думаю, были еще больше удивлены глазам Закхея. горели, они сияли радостью. это то, о чем я сегодня хочу сказать. Когда Бог входит, когда Бог входит, глаза начинают сиять, потому что внутри сияние, оно передается. я не знаю, есть ли сегодня на собрании те, кто нуждается, чтобы Христос зашел к тебе, в твой дом зашел. Есть ли здесь те, кто хочет сказать, Господи, зайди ко мне. Ты видишь, давно нету мира в семье. Зайди ко мне, ты видишь, что от экрана деток и внучат не оторвать. Зайди, Господь, дай это понять, насколько цена Библия, помоги поднять авторитет Библии в семье, помоги, чтобы это слово, оно заговорило, оно стало говорящим. Кто-то может сегодня хочет сказать, Господи, зайди ко мне, там видишь беспорядок. В моем сердечном храме погром давно уже. Нету сияния, нету радости, праздника нету. Слово не ко всем. Мое слово сегодня не ко всем. Это к тем, как Христос сказал, я стою у двери сердца и стучу, если кто услышит. Мое слово сегодня к тем, кто слышит. Мы сейчас помолимся, потом я немножко расскажу о служении, но кто желает помолиться, сказать, Господи, ну, я понимаю, что ты сегодня это слово ко мне говоришь. Скажи, я здесь, Господи, я здесь, я слышу. Давайте помолимся. Аминь. Спасибо.